МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире первый независимый ЗАП-ТВ в студии Валентина Дудина. Мы показываем новости читы из Байкальского края. Спонсор выпуска – Прииск Соловьевский. Прииск Соловьевский – одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока. Современное производство, новые технологии и бережное отношение к экологии. Рабочие места и стабильная заработная плата. Реализация соцпроектов на территории деятельности. Нам важно, что останется после нас. Ведь главное золото – люди. Сейчас коротко о том, что расскажу вам я и мои коллеги в этом выпуске. У Забайкальского края появился новый прокурор. Смотрите сюжет о представлении нового руководителя в этом выпуске. Сегодня в Забайкальском краевом суде рассмотрели апелляционную жалобу, которую подал скандально известный подрядчик Августин Бадосян. Чем это все закончилось, расскажу вам я, Анжелика Понебрашина. Не переключайтесь. В Забайкальском крае все чаще фиксируют детские смерти из-за несчастных случаев. В регионе выявили два случая заразного вируса и проблемы с лекарствами для диабетиков. Об этом рассказала глава Крайового Минздрава Оксана Немакина. Все подробности смотрите далее в выпуске новостей. Битва за почту и другие социальные блага о поселке Курорда Расун. Смотрите в этом выпуске. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. И вновь мы возвращаемся к известному уже многим подрядчику Августину Бадосяну. Его персону затронем в связи с тем, что кавказский мужчина не согласился с вынесенным ему ранее центральным районным судом приговором и пошел дальше, подал апелляцию в Забайкальский краевой суд. В суд Августин Бадосян со своим адвокатом приходят одетые в одной цветовой гамме и с одинаково плохим настроением. Претензии к съемочной группе начались сразу с порога. На адвокате, по всей видимости, сказалось тесное общение с подопечным. Рассуждать он стал так же, как и Бадосян. Что касается самого Бадосяна, то стены Фемиды и его скандальный нрав так и не укротили, да и не научили ничему. Оператора Евгения Погорелова наш герой послал дважды прямо в здание суда. А после, спрятавшись за колонной, просит помощи у судебных приставов. Вкратце напомним, почему мы снова говорим о скандальном подрядчике. Бадосян с лопатой в руках напал на съемочную группу ЗАП-ТВ. Причина вспыльчивости проста. Он хотел тихо, мирно показать экспертам, проведенным работы по программе «Тысяча дворов», так сказать, без лишних глаз. А когда стали выявляться серьезные недочеты, желание избавиться от журналиста только усилилось. Пусть вызывает полицию. С рук горячему кавказскому мужчине это не сошло. В жизни Бадосяна начались многочисленные судебные заседания, которые он то и дело превращал в цирк. С подачи адвоката называл ЗАП-ТВ не СМИ, а журналистов – блогерами из-за холустья. Улыбался без повода, строил глазки, матерился, отказывался жениться. Все смешалось в голове Бадосяна. Поток сознания остановило вынесение приговора. На основании изложенного руководства статьями 307, 308, 309 УК РФ суд приговорил Бадосяна Миржана Дмитриевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст. 144 УК РФ и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. В соответствии с частью 1, 3 ст. 73 УК РФ, назначенное Бадосян Миржану Дмитриевичу, наказание считается условным, с испытательным сроком в один год шесть месяцев, в течение которого он должен доказать свое исправление. Исправляться Бадосян даже не думал, с решением суда не согласился. Искать справедливость отправился в суд высшей инстанции, подал апелляцию. Главное желание Бадосяна не изменилось и в Краевом суде. Съемочную группу просит выдворить в Освояси. Не возражаете, что представители смеяли? Возражаю. Возражаете, да? Да. А что так? Да и правильную информацию снимают и распространяются. За это и получилось. Ага. Понятно. Учитывая позицию Бадосяна, видеосъемку в зале суда нас попросили не проводить. Для Августина и его адвоката, пожалуй, это был единственный приятный момент. Ожидания обоих в итоге все равно разбились, а факты уголовного дела. Апелляция Бадосяна на вынесенный ранее приговор не устояла. Он проиграл. Жалоба подавалась на приговор Центрального районного суда, в соответствии с которым он признан виновным в совершении этого преступления. Забайкальский краевой суд, оценив доводы, жалобы, отклонил их и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу. Мораль здесь такова. Если свою работу делать честно, избавляться от журналистов не придется. Не посрамится честь, да и совесть будет спокойна. Хотя что-то подсказывает, последнее Бадосяна точно не беспокоит. Деятельность заместителя генерального директора строительной организации НТК-1, как и других подрядчиков, продолжим освещать. Поэтому надолго не прощаемся. Анжелика Панибрашина, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Министр здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина вышла в прямой эфир. Глава Минздрава рассказала о поставках жизненно важных препаратов в районы региона, о случаях заболевания корью в крае и об участившейся трагедии, где гибнут дети. Все самое важное узнаете у Валерины Умовой далее в сюжете. Заниматься своим здоровьем нужно не за три дня до смерти, а за три года до болезни. Именно так гласит китайская мудрость. Многие пренебрегают визитами к врачу, а кто-то даже при желании не может попасть к нужному специалисту. 17 июля министр здравоохранения Оксана Немакина вышла в прямой эфир, где рассказала о зарплатах докторов инфекции корь в Забайкальском крае и детской смертности в регионе. В июле этого года в Забайкальском крае зарегистрировали два случая заболевания корью оба в Чернышевском районе. Двухлетняя девочка и женщина обеих перевезли в инфекционную больницу в Читу. Еще весной этого же года стало известно, что инфекция обнаружена в 44 регионах России. Роспотребнадзор связывает вспышки с прибытием непривитых мигрантов из стран ближнего зарубежья. Как объясняют специалисты, вирус передается воздушно-капельным путем. Чего нужно опасаться? Ну, во-первых, должна быть настороженность в любом случае при появлении первых признаков заболевания. Первые признаки могут проявляться без осыпи, высыпаний, я имею в виду, на коже. Это может быть ухудшение общего состояния, это может быть температура высокая. Но я рекомендую, конечно, сразу обращаться к врачу. Если уже вы увидели, что появились высыпания на коже, то, конечно, лучше вызывать врача надо. Это очень высоко заразное заболевание. И в момент, когда человек заболевает, он очень заразен для всех окружающих. Не только самых близких контактов, но и с теми, с кем он контактировал где-то в общественных местах. Единственный вариант защититься от болезни – это прививка. Не вакцинированный или не переболевший человек заболеется стопроцентной вероятностью как при контакте с носителем вируса, так и при нахождении в месте, где был зараженным. Вирус остается активным в воздухе или на поверхностях в течение еще двух часов. Дальше обсуждали нашумевшую отмену районного коэффициента. Ну, во-первых, районный коэффициент отменили как районный коэффициент, и его погрузили в тело оклада. То есть оклады увеличились у медицинских специалистов. И сейчас на этот увеличенный оклад еще на 5,9 будет индексация. То есть заработные платы у врачей вырастут. И с 1 января 2004 года еще на 5% подрастут. Ну, там пойдут уже вот эти индексации, которые у нас возникают уже год. Естественно, будут вопросы, я просто предвосхищаю дальнейшие вопросы. Я могу сказать, что да, возможно, какие-то моменты технические, первый месяц выплат. Вот сейчас на этой неделе начинают выплачивать авансы люди. Возможно, где-то кто-то там ошибется с начислениями. Я, когда с коллективами общаюсь, я всегда им говорю, не молчите. Если вы считаете, что вас где-то там обсчитали, да, или неправильно насчитали, вы тут же должны обратиться к руководителю учреждения. После начисления новых зарплат каждому сотруднику должны выдать по два расчетных листа, где будет показано, какая сумма была бы начислена по старой системе и как изменился размер заработной платы с отменой коэффициента. Мы уже рассказывали о проблемах людей с сахарным диабетом в Забайкальском крае, в частности о детях, которые не могли получать систему мониторинга уровня сахара в крови. Сегодня зрители эфира также были обеспокоены отсутствием препаратов для людей с нарушением усвоения глюкозы. Да, вы знаете, много вопросов возникает, но они возникают в основном в тот период, когда у нас идут торги. Не всегда быстро удается найти поставщиков, не всегда быстро удается, но работа эта начинается заблаговременно, я могу точно сказать. И формируются заявки, и появляются у нас списки, количество человек, и мы знаем куда, в какой район, сколько, это заблаговременно. Но наступает порой такой момент, когда поставщик еще не поставил партию, а в каком-то из районов уже закончился тот или иной вид препарата, да, или тест-полоски. В таких случаях у меня большая просьба, вы можете обращаться и на горячую линию Минздрав, что происходит на самом деле. И мы стараемся передвигать из района в район, да, чтобы успеть вот покрыть потребности в другом районе, пока у нас не свершилась поставка. На сегодняшний день сахарный диабет стали выявлять у людей всех возрастов, в том числе и у детей. На возникновение заболевания влияет низкая двигательная активность или гиподинамия, вредные привычки, неправильное питание или наследственность. Сегодня многие заболевания становятся моложе, умирают все больше молодых и трудоспособных людей. Это проблема с сердечно-сосудистой системой, с желудочно-кишечным трактом, с печенью, поджелудочной, железой заболевания, вызванные чрезмерным употреблением алкоголя. Отдельно отмечена именно детская смертность от несчастных случаев. Очень много теряем в ДТП людей, очень много подростков и детей. И очень много у нас детей, которые тонут на большой воде. Не так давно у нас в бочке утонул ребенок, совсем маленький, в районе. Не оставляйте детей без присмотра, которые еще совсем не смышленыши. Не создавайте среду, где ребенок может оказаться в опасных условиях. Мы в прошлом году били тревогу по нашим... Мы некрасивое слово летуны, но, к сожалению, такой же организм возник у медиков. Почему? Потому что вот на сетках очень... Помните, в прошлом году очень много у нас на сетках погибло деток. На вот этих открытых окнах жара открывает окна, оставляет буквально на какие-то считанные минуты. Для ребенка, который научился залазить на подоконник, это буквально вот достаточно. В Забайкалье все чаще регистрируют и ДТП с подростками на мотоциклах, где дети без взрослых и защиты не справляются с управлением и разбиваются насмерть. Валерия Наумова, ЗАП-ТВ. Канал ЗАП-ТВ объявляет набор на должность режиссеров монтажа. У нас большие объемы работы, разнообразные проекты и неограниченное поле деятельности для настоящих креативных художников. Приходи, мы ждем именно тебя. Некогда знаменитая всесоюзная здравница поселок Курорда-Рассун теряет последнее очертание современного социализированного места для более или менее комфортного проживания тысяч людей. Как выживают жители поселка с более чем 200-летней историей, смотрите в репортаже моих коллег. С чего начинается родина? С элементарных, но жизненно важных институтов современного гражданского общества. Так, на современном чиновничьем жаргоне называется возможность получить минимальный набор услуг, необходимых для выживания людей. Это то самое медицинское обслуживание для пожилых, возможность заниматься спортом, саморазвитием для молодежи и многое другое, что столетиями работало безотказно, пока не пришли смутные времена осиповской оптимизации и курса на народосбережение правительства Забайкальского края. Курорт-Дорассун, основанный еще императором Павлом в 1800 году, как поселок курортного типа для лечения населения, постепенно из века 21-го скатывается обратно в 19-й. Люди лишаются элементарных вещей, о значимости которых мы не задумываемся, пока не потеряем, как почта, например. Выдавливание персонала из почтового отделения и уничтожение самого здания почтового, оно началось очень давно. Зарплаты стали настолько мизерными, что люди не выдержали таких зарплат, скажем, и просто написали дружное заявление на увольнение. Из каких соображений Почта России начисляет зарплату своим работникам, сказать сложно, но из года в год она становится все меньше. Поселок-курорт Дорассун довольно большой по протяженности населенный пункт. Разнести корреспонденцию, пенсию маломобильным гражданам, обеспечить возможность жителям села оплатить коммунальные платежи – очень непростой труд. Начальника почтового отделения нет уже довольно длительное время, потому что начальник почтового отделения также получает маленькую зарплату. Кроме того, ему вменяется в обязанности уборка самого почтового отделения. Видимо, это не всех устраивает. Но одномоментное увольнение всех работников почты, закрытие вот этого отделения, как выяснилось, мало кого озаботило. И мы говорим сейчас только о заработной плате работников этого отделения, но не касаемся всерьез условий работы почтальонов. Канализационная система давно не работает, удобство во дворе, как, собственно, это и было при императоре Павле, хотя тогда эта профессия считалась почетной в стране. Второй этаж разрушен настолько, что эксплуатировать его невозможно. А вот на этих кадрах видно, насколько почта пользуется популярностью в те дни, пока работала. Почта закрылась, и наступило такое вот у людей ощущение полной катастрофы, потому что все начали понимать, что без почты это все. Основная часть населения не пользуется картами, у них отсутствуют гаджеты. Почему люди не пользуются гаджетами, спросит недоверчивый представитель региональной власти. Это сложно объяснить, но в 130 километрах от столицы Забайкальского края сотовая связь. И мобильный интернет крайне неустойчивый, что сводит на нет прелести современных устройств. Да и, как вы сами понимаете, значительная часть клиентов почты – это пожилые люди, которым сложно осваивать современные мобильные устройства и программы. Последнюю привычную для них альтернативу уничтожают. После закрытия почты, когда стало понятно, что местная власть инертна и ничего сделать не может, общественники курорта Дорасун кинули клич в социальных сетях и мессенджерах поселка с просьбой, невзирая на мизерную зарплату, прийти трудоустроиться и возродить почтовое отделение. Люди стали думать, что же делать. Вот кто-то должен пойти туда и попробовать все это дело вернуть обратно. Стали возвращаться люди, которые до этого там работали, потому что они поняли весь масштаб катастрофы. В частности, я тоже подала заявление на трудоустройство, потому что надо, чтобы почтовое отделение работало. Что дальше? Насколько хватит альтруизм у общественников поселка? Жить с надеждой, что почтовое отделение хотя бы отремонтируют, ибо на повышение зарплаты никто и не надеется. Но это не последняя беда курорта Дорасун. Еще одна печаль местных жителей – это возможность получить медицинское обслуживание. В поликлинике поселка всего два врача, педиатр и терапевт, причем последний увольняется. Формально две с половиной тысячи жителей поселка приписаны к центральной районной больнице в поселке Карымское. Но между этими двумя населенными пунктами нет прямого автобусного сообщения, а это почти 90 километров по трассе. Хочешь ехать – плати таксисту две с половиной тысячи в один конец и езжай. У меня было пять инфарктов, я из больницы не вылажу. Скорую не дождешь. Скорая ездит в щиты. Разве я сердечница могу ее дождать? Нет, конечно. А в оборудовании больницы есть какой-то? Ничего там нету. С 88-го года больница без капремонтов. Два фельдшера осталось. Пенсия 15 тысяч. Могу я такси нанять? Мне еще таблетки надо купить. Раньше хоть скорость здесь была своя, они как-то уже знали, они знали людей. Он приедет, он тебя уже знает, он знает, какие у тебя там болезни, все. А сейчас она приехала, посмотрела, давления нету. Терпимо давление, посмотрела, инсульта нет, инфаркта нет, таблетки глотай. Езжай к кардиологу. А, иди к кардиологу утром сходишь. Какой кардиолог? Они откуда падают-то? Они вот приезжают, они откуда отберутся-то? Какой здесь кардиолог? Жители поселка в наивности своей пишут губернатору и даже приглашают его приехать к себе. Или еще, откликаясь на агрессивный пиар, ждут визита генерал-депутата Гурулева, который на камеру может знатно всех обругать. Вот только едва ли от этого ситуация хоть как-то изменится. Если за столько лет, невзирая на многочисленные обращения людей, не восстановили даже автобусного сообщения с районным центром. Но это далеко не все жизненно важные проблемы курорта Дарасун. Далеко не все. Дарья Калинина, Юрий Житлохин, Матвей Насаев. ЗАПТ-ТВ. В Госдуме приняли закон, который защитит граждан от финансовых мошенников. В частности, банки, которые не будут проверять переводы россиян на предмет мошенничества, должны будут вернуть ему краденные деньги. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Читы со ссылкой на Алексея Позолотина, заместителя управляющего Читинским отделением Банка России. Теперь в банке платежная система обязана пристально следить за подозрительными транзакциями и приостанавливать явно мошеннические операции, даже в том случае, если клиент дал согласие на перевод средств. Возместить клиенту деньги банк будет обязан, если он допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Сделать это он должен будет в течение 30 календарных дней после получения заявления от пострадавшего. Вице-премьер правительства Забайкалья Татьяна Цемпилова назвала крайний срок сдачи школы в Каштаке. Других вариантов нет, поскольку в нее уже записано около 800 детей. Об этом Цемпилова заявила в интервью ГТРК. У нас нет вариантов, кроме как 1 сентября открыть школу, потому что 800 детей уже записались и вместе с родителями ждут открытия новой школы. Крайние сроки, чтобы консессионер передал нам школу для того, чтобы мы прошли лицензирование, это 5 августа. Это вообще крайний срок, но гарантийное письмо, подписанное со стороны консессионера, 24 июля, приводится цитата Цемпиловой. Также она заявила, что консессионеру вместе с подрядчиками необходимо усиливаться, поскольку рабочей силы не хватает. По состоянию на сегодняшний день 11-15 человек, но по факту не наблюдаются даже 15. Чтобы закончить в эти сроки, нужно порядка 50 человек в ежедневном формате, полный рабочий день работать, добавила вице-премьер. Авиакомпания «Аэросервис» приостановила полеты в труднодоступные районы Забайкаль из-за отсутствия финансирования. Гендиректор компании Герман Бобров заявил, что авиакомпания неоднократно информировала региональный Минстрой о возможном прекращении полетов из-за недостатка денежных средств, предусмотренных в бюджете. Компания обращалась с просьбой пересмотреть тарифы с учетом индексации цен на топливо и авиационную технику, но ей отказали. В текущем году краевая РСТ установила тарифы, позволяющие выполнять маршруты безубыточно, но предусмотренных бюджетных средств оказалось недостаточно. Отметим, что в начале октября 2021 года полеты были прекращены из-за введения новых требований безопасности к малым аэропортам. Позже стало известно, что в 2022 году компания «Аэросервис» прекратила региональные полеты по территории края из-за проблем по обслуживанию взлетных полос. Но с 3 апреля 2023 года в Забайкальском крае «Аэросервис» возобновил авиарейсы в труднодоступные районы региона. Конкурс на лучший проект памятника, посвященного строителям, объявлен в Чите. Об этом сообщается в телеграм-канале «Союза строителей из Байкальского края». Автор лучшего проекта получит 100 тысяч рублей за второе-третье. Места также полагаются денежные призы. Конкурсу хотят привлечь как можно больше участников из разных областей – архитекторов, дизайнеров, скульпторов, мастеров паблик-карта. Памятник строителям в Чите должен стать новой достопримечательностью, которая отдаст дань уважения этой сложной, важной профессии. Ждем ваших креативных заявок. Об этом сказала председатель организации Ляна Шиллер. Заявки на конкурс нужно отправить на почту с темой письма «Заявка на конкурс строителям Читы». Ценности у всех разные, но самое любимое и дорогое, конечно же, у нас дома. Порой хочется со спокойной душой уехать за город или в гости. Гром. Надежная защита вашей квартиры, дома или дачи. Подключайте охранную сигнализацию от Гром выгодно по акции 2040 и расширенному пакету «Тройная выгода 2.0». Успевайте до 1 сентября. Подробности можете узнать по телефону 211-211. Заместитель генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин представил забайкальцем нового прокурора региона Александра Яновского. Какие проблемы видит зам прокурора страны первостепенными? Что было поставлено на вид губернатору и каков новый прокурор забайкальского края? Смотрите в следующем сюжете. У забайкальского края новый прокурор. Его представил заместитель генерального прокурора страны Дмитрий Демешин. Старший советник юстиции Яновский Александр Леонидович назначен прокурором забайкальского края на 5-летний салфер полномочий. Назначенный прокурор края родом из Волгограда. Ранее был заместителем прокурора республики Алтай. Субъект Александру Леонидовичу достался непростой. Забайкальский край со всеми проблемами, которые есть. Порой проблемами возмутительными, даже позорными. Зампрокурора страны прошелся по больным мозолям. Забайкальский край индустриальный, аграрный регион. Богатая промо-соревая база, имеющая большой потенциал для развития экономики. В том числе и с учетом соседства на восточной границе с Китайской народной республикой. При этом в регионе сохраняя свои проблемы, разрешение которых безусловно требует дополнительных, в определенных случаях, и кардинальных мерах. Его территориальные особенности диктуют необходимость нового взгляда и принесут нестандартных решений. В числе и негативных конденций. Миграционная губль населения. Чтобы прерывать этот процесс, особого внимания требуют вопросы реализации и приоритетов национальных проектов. Чтобы население хотело жить в Забайкальском районе, должны быть поликлиники, школы, детские сады, конфронтные социальные инфраструктуры. Большие деньги поступают с федерального центра на развитие территории и повышение качества жизни наших граждан. За полтора года в органах прокуратуры края посещено порядка 700 нарушений в этой среде. Есть масса правовых нареканий чиновников. Меры по освоению бюджетного средства не всегда реализуются в свое время. Что, конечно, вызывает раздражение нашего населения. Это ремонт региональной автотороги. Магаюру и Украинского общего. Завершился по зданию практически на ногу. Аналогичное ситуации с ремонтом улицы Голи в Крымском районе. С ремонтом личного света Сорильского. По�ду других объектов. Строительство школ и детских садов. Реконструкция объекта – это те задачи, которые мы должны решать с результатом, коллеги. Не спустя свой свой. Акты пропорционного реагирования должны заканчиваться в наглядном для людей результате. Реконструкция объекта Естественно, со своих отчименных, спокойных. А факты бездействия, ответственных за реализацию программных мероприятий, ведомств, решительны пресекаться. Дайте о ценах также и эффективности заключенных в концессии, как они приедут на строительство социальных объектов, улучшение качества жизни людей. Еще раз, каждый бюджетный рубль должен быть освоен в интересах наших граждан. Как работают концессии, в этой сфере тоже нужно детально разобраться, дать правовые оценки при необходимости. Через суд исками, мы такую практику по стране уже внедрили, ставить вопрос о расторжении концессионных соглашений и пересмотре условий концессии. Есть и проблема с кадровой чехотной, по-другому, не назовешь, в отдельных институтах власти. К сожалению, ряд задач, которые поставлены главой государства, это оздоровление нации, это решение демографической проблемы, это развитие медицины, образования, дорожной сети. Это социально важные и острые направления. Решаются, так сказать, недостаточно. Люди это видят. Власти нужно помогать. И то, что за прошлый и этот год сменилось 14 министров и руководителей региональных органов власти и контроля, и 14 главных муниципальных образований привлечения к уголовной ответственности и осужденным, говорит об определенных проблемах, которые надо решать. Резкоконтинентальный климат в регионе предупреждает подверженность территории чрезвычайной ситуации. То у вас паводки, то пожары. Ежегодно они наносят огромный ущерб жителям края. С 21 года 392 семьи ожидают положенных выплат на приобретение жилья, пострадавшего в результате паводок. Многие из них продолжают жить в аварийном жилье, вынуждены мыкаться по углам чужим, каждый день, в том числе подвергая свое здоровье опасностью. Для восстановления нарушенных прав необходим миллиард 300 миллионов рублей. Здесь роль прокуратуры в обеспечении реального восстановления нарушенных прав людей должна повлечь за собой результат. Не бумаги писать, а результат давать. Нужно на федеральном уровне помощь. Докладывайте, мы вам ее укажем. И на уровне правительства тоже. При наличии оснований в судебном порядке, но уже вчера нужно было добиваться восстановления этих нарушенных прав. И возникла у вас такая ситуация, Александр Александрович, прокурор на следующий день должен быть с людьми, должен проводить мобильные приемные организации, способен понимать нужных людей и не уезжать оттуда, пока он эти проблемы не разрешил вместе с властями. Особенно на удаленных территориях. И критерием оценки является именно отношение наших граждан к вам. Я напомню, что именно Забайкаль родило такое явление, как Ауи, которое по иску генерал-авропатуры признано незаконным. Пропаганда дискультивна, движение террористической, экстремистской направленности. Недопустимо. Это ваша повседневная работа. А вот человек, который ответственен за то, как обстоят дела с концессиями, строительством, сиротами и другими вопиющими проблемами, согласен, все так и есть. Вот примерно такой рабочий стол оставил Максим Ярушев Александру Яновскому. Новый прокурор уже приступил к своим обязанностям. Возвращение на должность прокурора Забайкальского края безусловно воспринимаем как большую ответственность. Дмитрий Алексеевич готов доложить максимум усилий для решения поставленных задач. Пользуясь присутствием средств массовой информации, хочу поприветствовать жителей региона, заверить, что работа органов прокуратуры будет построена на принципах открытости и доступности для населения. И, безусловно, принципиальным достижением устранения тех нарушений прав граждан, которые будут выявлены органами прокуратуры. Дмитрий Алексеевич, оказанное вами генеральному прокурору доверия, безусловно, воспринимаю как аванс и готов свои работы ему оправдывать. Спасибо за внимание. Вячеслав Борнинский, Иван Дементьев, Матвей Насаев, ЗАП-ТВ. Это все новости на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Обязательно ставьте лайки под каждым нашим сюжетом и программой. Под нашими выпусками новостей на Ютубе. Делитесь публикациями ЗАП-ТВ в социальных сетях, на своих страницах. Делитесь с друзьями. Именно так нас становится больше. Ну а я с вами прощаюсь. Добрый день. В эфире прогноз погоды на ЗАП-ТВ. 22 июля отмечается Международный день бокса, захватывающий яркий вид спорта, который освоен как мужчинами, так и прекрасной половиной человечества. В субботу облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Температура днем 23-25 градусов тепла, ночью плюс 11-13. И на этом о погоде все. До завтра. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Симон»